Березовая роща Березовая роща была написана в 1879 году. Картина создавала специальные седьмые выставки художественного передвижного общества. И сразу вызвало удивление публики и зрителей. Настолько непривычно было для всех цветовое решение полотна. На полотне изображен яркий, лучезарный и сверкающий солнечными лучами день. До сих пор много деятелей искусств в растерянности смотрят на картины Куинджи и не понимают, как и чем можно передать свет луны или солнечные лучи, чтобы глядя на них жмуриться. За мыслью сюжет, который использовали в своем творчестве великое множество русских художников, Саврасов, Шишкин, Левитан, мастер долго искал идеальную композицию. Об этом свидетельствуют сохранившиеся эскизы и наброски. По этим артефактам можно проследить, как автор выбирал высоту деревьев, площадь поляны. Думал, сколько места отдавать под лес. То есть в этой картине нет ничего спонтанного, а на плод выверенной художественной мысли. И никак не пленерная работа. Вокруг все спокойно и тихо. В душе селится некая неописуемая радость и восторг. Так мастерски изображен уголок березового леса, поглощенного игру из зайчиков, Что невольно становишься свидетелем необычного представления. Солнечные лучи вплетаются в висящие ветви берез и катаются на них, Обдуваемые легким летним ветерком. И кажется, что если прислушаться, то можно услышать шелест листьев и пение птиц, Стрекотание кузнечиков в высокой и мягкой траве. Наполнено с контрастом зеленого цвета и его оттенков, Позволяет ближе воспринять всю глубину и пышность березового леса. Художник нарочно опустил тень на передний план, Еще больше подчеркивая контраст по отношению к залитой солнцем поля. Не сразу заметен ручей, который своим свежим и прохладным потоком Уводит нас в глубину полотна, туда, где его уже не видать. Хотя он протекает в самом центре, кажется, что солнце, пробиваясь сквозь крону деревьев, Таким образом, преобразила тропинку. Однако ощущение свежести и чистоты резко создает контраст между летним зноем И спасительной прохладой чистых вод ручья. Резкая, почти стереоскопическая контрастность и невесомая пляска солнца на полыхающих стволах, Филигранная работа со светом и тенью, и разлитой в воздухе, почти былинная поэзия. Куинджи Реальи встречался здесь с Куинджи импрессионистом. Березовая роща стала очередной жанровой вехой И спровоцировала лавину подражаний, в том числе и среди признанных состоявшихся мастеров. К примеру, еще один видный солнцепоклонник Владимир Орловский жаловался Репину, Что испытывает нешуточные душевные муки, пытаясь раскрыть тайну куинджевских красок. Разговоры о Березовой роще еще долго не смолкали после того, как Куинджи сошел со сцены. А определеннее других высказался Иван Иванович Шишкин, Который со свойственным ему красноречием разумировал, Это не картина, а с нее картину можно писать. Арт-критик Владимир Чуйков писал, У нас, правда, не образовала школа импрессионизма. Теоретические воззрения этой школы не только не возникли сами собой, Но даже не забрели случайно из Франции. А между тем, у нас-то именно и явился художник, Который сразу инстинктивно и почти в совершенстве осуществил все мечтания импрессионистов. Субтитры создавал DimaTorzok